Мало кто поспорит, что бытовые, промышленные и автомобильные светодиодные источники света буквально с каждым днем становятся все популярнее и популярнее. И если говорить о автомобильной сфере, то тут в данное время происходит настоящая гонка вооружений. Все производители автомобильных аксессуаров буквально наперебой придумывают новые типы ламп и инновационные решения для того, чтобы привлечь осторожного покупателя. Автомобилисты относятся к светодиодным лампам с такой же осторожностью, с которой в свое время относились к ксеноновым источникам света. Связано это с тем, что рынок LED-продукции еще молодой, и на нем помимо качественных и интересных продуктов можно найти и откровенные фейки. Поэтому мы, собственно говоря, тестируем LED-лампы разных производителей на их технические характеристики, а также возможность установки в оптику обычного автомобиля. И сегодня в наше поле зрения попали лампы Xiaomi X1.1 с цоколем H4. Ранее мы уже тестировали лампы Xiaomi, но модели G7.1, и в тех лампах используются светодиоды другого типа. В данном случае мы имеем дело с многокристальными светодиодами, напоминающие диоды COB, и главная особенность конкретно этой модели, так это необычная трехгранная структура лампы. При включении ближнего света включаются светодиоды на двух гранях, и уже при включении дальнего включается третья грань. В характеристиках этой модели указана общая мощность 24 ватта. Для светодиодной лампы этого, в принципе, немало, и поэтому для эффективного охлаждения здесь используется кулер. Привычного драйвера на проводке нет, все, что здесь есть, это контактная группа, а вся схема спрятана в корпус лампы. Цоколь у модели X1.1 пластиковый, и, как полагается, он съемный. Все знают, что это сделано для того, чтобы отдельно установить цоколь в фару, зафиксировать специальный скобой, и потом уже устанавливать в него лампу. В общем, лампочка достаточно интересная, но, на мой взгляд, светодиоды такого типа не способны обеспечить хороший световой поток. Хоть и зачастую светодиоды COB обеспечивают классную эффективность. Для подтверждения или опровержения моих слов мы провели контрольный замер при напряжении 12,8 вольта. Лампы потребляют при таком напряжении всего 2 ампера, а их мощность приближенно к заявленной 26,4 ватта. В момент старта световой поток 1246 люмин, а эффективность 46,59 люмин ватта. Световая температура 6292 кельвина. Спустя 5 минут работы при том же напряжении незначительно упал ток, но остался в пределах 2 ампер, и немного упала мощность до 25,6 ватта. Также немного снизился и световой поток до 1137 люмин, и эффективность составила 44,29 люмин ватта. Цветовая температура, как и положено, немножко подросла до отметки 6491 кельвин. Такие данные, конечно же, не самые впечатляющие, и что самое интересное, новая модель X1-1 немного уступает по световому потоку старой модели G7-1. Хотя эксперимент с лампами G7-1 проводился при напряжении 13,7 вольта. Поэтому на нашем приборе мы подняли напряжение и провели еще один контрольный замер ламп X1-1, чтобы сравнить их с лампами G7-1. Но даже после того, как мы подняли напряжение на 1 вольт, лампы X1-1 не смогли сильно улучшить свои показатели. У них даже снизился световой поток еще на 5 люмин. Единственный параметр, по которому X1 оказались лучше, чем G7-1, так это эффективность. Также немножко порадовала световая температура, которая примерно на 600-700 кельвинов ниже, чем у 7-1. Но температура в 6500 кельвинов, на мой взгляд, все равно слишком высокая. И лампы имеют неприятный синий оттенок свечения. В комментариях под видео вы еще неоднократно просите нас показывать работу ламп в разных погодных условиях. Собственно говоря, сейчас мы можем видеть, как работают лампы одного и того же производителя примерно с одинаковыми характеристиками в сухую и мокрую погоду. Лампы G7-1 тестировались в сухую погоду, а X1-1 в снег и слякой. В конечном итоге можно сказать, что данные лампы можно отнести к среднему уровню, либо даже к уровню чуть ниже среднего. Против их играют не самый высокий, но в то же время и не самый низкий световой поток и очень высокая, на мой взгляд, световая температура. 6500 кельвинов, что не обеспечивает хотя бы нормальную видимость в дождливую погоду. На этом, как обычно, все. Если видео было полезным, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok